Всем привет! Меня зовут Максим Дахин. Я являюсь одним из основателей и техническим директором группы компании Krox. И сегодня в этом ролике я попытаюсь вам очень простыми словами и доходчиво рассказать об антеннах. Что же это такое? Постараюсь не употреблять сложных научных терминов. Это видео рассчитано на людей, далеких от антенн. И главная наша цель сегодня сформировать понимание, что же это за зверь такой, антенна. И начнем с простого, с изотропной антенны. Вот представим себе точку в пространстве, которая излучает во всех направлениях равномерно во всех поляризациях. Такая точка имеет усиление 0 децибел относительно самой себя. Почему в антенной технике часто употребляют децибелы? Потому что это удобно. Децибелы являются нелинейной величиной. И в антенной технике, если мы будем оперировать линейными величинами, то нам придется оперировать значениями 100, 1000, 10 000, 1 миллион. Если мы будем оперировать простыми децибелами по мощности, то тогда мы будем оперировать числами примерно до сотни. Это очень удобно. И поэтому применяются децибелы. Какая разница между, допустим, одним децибелом, двумя децибелами и тремя децибелами? Все очень просто. Три децибела по мощности разницы соответствуют, если в разах, всего лишь в два раза. Шесть децибел по мощности соответствуют в четыре раза. Ну, приблизительно. А там еще есть десятые. Десять децибел по мощности соответствует десять раз, если в абсолютных величинах. Очень все просто. И вернемся сюда. Наша точка, изотропная антенна, которая излучает. И что мы можем делать, чтобы усилить ее сигнал? Мы можем расположить за ней рефлектор. Допустим, вообще, это пусть лампочка будет в пространстве. И чтобы усилить сигнал, мы можем расположить параболический рефлектор за ней. Эту точку располагаем в фокусе параболического рефлектора. И тогда все лучи, мы знаем свойства параболы, будут отражаться. Параллельно. Немножко криво получается, но не страшно. Это так. Это так. То есть мы получили усиление концентрации энергии в одном направлении. Сам источник света, либо электромагнитного излучения, у нас по мощности никак не изменился. Но мы получили усиление. В данном случае, если мы от размера вот этой параболы, будет зависеть коэффициент усиления. То есть это один из способов увеличить плотность потока энергии в каком-то направлении. Вообще, на самом деле, все антенны имеют определенное количество элементов. И все они состоят, первое, из резонатора. Второе, как правило, все эти вещи, ну резонатор практически есть всегда. То есть резонатор это то, что возбуждает электромагнитную волну. Второе, это фокусирующая система. И третье, это отражающая система. Первое, практически есть всегда в антеннах. Это резонатор, излучатель, ну что-то в этом роде. Фокусирующая система может быть, может не быть. И отражающая система тоже может быть, может не быть. То есть, например, если мы вернемся к нашей точке, мы ее можем сфокусировать вот так. А еще можем поставить, если это лампочка, вот сюда линзу собирающую. И если уберем рефлектор, то можем также концентрировать энергию в одном направлении с помощью линзы. То есть, самое важное, что вы должны усвоить, это то, что антенна никак не усиливает саму подводимую к ней мощность. Все, что делает антенна, это просто концентрирует энергию в одном направлении. Очень хорошей аналогией будет обыкновенный фонарик. То есть, у нас есть здесь источник света, лампочка, либо светодиод, фокусирующая линза и отражатель сзади светодиода. И, собственно, все, что мы делаем, изменяя расстояние, либо до линзы от рефлектора и светодиода, либо от светодиода до рефлектора, мы можем получать узкое, либо широкое излучение. Очень важным параметром антенны является ширина диаграммы направленности. Ширину диаграммы направленности измеряют в градусах. То есть, вернемся к нашему фонарику, мы видим пятно, мы видим центр пятна. От центра мы можем провести, у нас, получается, с определенным градиентом падает яркость. И вот там, где яркость от максимума падает в два раза, это и есть угол раскрыва, угол диаграммы направленности. То есть, по уровню минус 3 дБ. Правильнее изобразить вот эту картинку будет немножко не так, а как бы сбоку. Вот наш фонарик. Я буду говорить о фонариках, потому что так проще для восприятия. Вот мы светим на доску. Вот у нас идет максимум излучения. И вот здесь вот, в этих точках, яркость излучения падает в два раза. Минус 3 дБ. Минус 3 дБ. Построю вот такой угол. Вот этот угол, альфа, будет являться шириной диаграммы направленности. Как вы понимаете, из этого следует очень важный момент. Чем более узкий угол, тем более сконцентрированная энергия. Чем более широкий угол, тем энергия сильнее размазывается. Соответственно, пытаясь получить антенну с очень высоким коэффициентом усиления, вы будете получать очень узкий угол. Ну и напротив, пытаясь получить антенну с широким углом, вы непременно будете жертвовать усилением, которое будете терять. Что здесь делать? Есть несколько способов. К примеру, вам в радиосвязи не обязательно излучать световое пятно круглой формы. Никто не мешает нам излучать световое пятно, равно как электромагнитную волну, вот такой формы. Ничего не напоминает? Возможно, кому-то это напоминает диаграмму направленности излучения автомобильных фар. Именно вот так светят автомобильные фары. Нам не нужно освещать ничего под собой практически, не нужно светить в небо. Когда мы едем ночью на автомобиле, мы освещаем дорогу перед собой вот так. Как это достигается? Мы знаем, что автомобильная фара, если посмотрим на нее спереди, имеет вот такой здесь лампочка и вот такой параболический отражатель. И благодаря этому формируется такая диаграмма направленности. Аналогичным образом мы можем сделать определенные манипуляции с излучателями антенны и сформировать тоже такую же диаграмму направленности. Такая диаграмма направленности называется секторной диаграммой направленности. То есть мы покрываем определенный сектор в горизонтальном направлении. А антенны, которые покрывают сектор в горизонтальном направлении, называются секторными антеннами. У секторной антенны есть горизонтальная диаграмма направленности и вертикальная диаграмма направленности. Чем сильнее мы будем сжимать эту диаграмму здесь, тем сильнее, как правило, она растягивается здесь Поэтому, не жертвуя даже, а уменьшая усиление здесь, мы можем достичь намного большего усиления вперед Это делается различными техническими способами и пока сейчас мы не будем в это вдаваться На этом, пожалуй, все, и в следующем видео я расскажу еще об антеннах Всем спасибо, подписывайтесь, ставьте лайки, всего хорошего